Егейминг Бэтс С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. Егейминг Бэтс Ты точно знаешь, кто победит. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Fever, с вами Каспер. И мы начинаем смотреть решающую третью карту противостояния и Home, и Cavalry. Да, все верно. Вот внесли ребята из Cavalry интригу в эту серию. Не закончится она 2-0. Причем, опять же, непонятно. Потому что даже несмотря на совсем удачный драфт, играли все-таки Cavalry неплохо. Да, были ошибки, но это, скажем так, то, что можно назвать, я не знаю, может, тильтом каким-то. Или, например, человек играл не на своем герое. Ну вот сейчас смотри, какую они стратегию берут. Возможно, действительно попытаются показать какую-то более-менее стандартную заготовочку. У нас появляется Faceless Void, появляется Вич Доктор под него, Shadowfin нарисовался. И не удивлюсь появлению, я не знаю, какой-нибудь Draw Ranger, например. Последним пиком. SF Центр, дровка в легкую, Void в сложной. Может смотреться действительно годно. Давно не видел я Void вообще, в принципе. Ну вот, как героя просто. Он по-прежнему нормально себя чувствует, он по-прежнему более-менее хорошо стоит. Просто что сейчас вот появляется Disruptor, который вроде как на линии его неплохо гоняет, не дает ему нормально перемещаться, как-то упрыгивать. Да, здоровье ты вроде бы восстановил, но позиция твоя не меняется. Это очень грустно. И в итоге Void, может, я не знаю, там с Таллоном вместе с Вич Доктором пойдет фармить леса. Не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим. И Джеки Рос. Извините, у меня что-то тут в горлышке комок встал. Наверное, при виде Джеки Роса. Наверное. Но в принципе Джеки Рос, ну что, хороший герой. И выигрывал уже сегодня Джеки Рос. И, насколько я помню, как только начинались отборочные на SLA League Star Series 3 сезон, китайские отборочные, там тоже заходил несколько раз Джеки Рос. И победительный Джеки Рос был. Ну вообще, не знаю, нравится мне тот герой почему-то. Ну вообще, я так посмотрел, действительно, если так понаблюдать, то Ice Path, который длится, там сколько, 3.75. Плюс 1.25. Не-не-не, это уже с плюс 1.25, да, это я просто тогда с математикой немножко ошибся. То есть получается, да, 3.75, это достаточно долго. Это действительно долго. Да. Видишь, ты ошибся с математикой, я тебя послушал, потому что я не математикой. Не надо, не надо меня слушать. И мне вообще считать. Я постоянно на всякую фигню говорю, а люди прислушаются. Вот это говорю, книжки покупайте, вот эти Tom of Knowledge, там всякие Solar Crestы помогают. Нет, это все дичь, легионка с аганимом, дичь полнейшая, нага с аганимом, все фигня. Не, не нужно меня слушать. Бараки рейнджовые бить надо. Не-не-не-не-не, это все полная чушь. Так, Тинкера убрали? Убрали. Кто у нас еще остается? Убирают пока Разора. Любопытно. Да, возможно, что-то знают, какие-то заготовочки. Ну, кто остается? Темпларк остается, ну, я не знаю. В центру, да. Квапа, Квапа в бане. А если это Соло Миджики Рос? Ну, в чем я очень... Это может быть еще пак теоретический. Сильно сомневаюсь? Да, пак хорош. Тогда просто магии будет слишком много, мне кажется. И с появлением Блокинг-баров Кевалри смогут вообще без проблем кнопки нажимать. Ну, не знаю. Теоретический пак возможен. Снайпер. Снайпер, который будет доставлять очень много проблем СФ. Тяжело перемещаться под Шрапнелью такому герою, как Шадоу Финт, например. Ну, вот как альтернативу могу назвать, да, такой герой, как Тинкер. Он тоже очень сильно терпит от Снайпера. Большой рейндж, Шрапнель, который не дает тебе подойти. А если там будет какой-то теоретический плюс один на СФ, да, то там, пиши, пропало. И вот этот выбор мне очень импонирует. Почему? Потому что как раз один из тех героев, который может добираться до Снайпера. Но тут есть сразу же несколько уязвимостей у Сларка. Это наличие Дизраптора, наличие Джекироса и наличие Сен Кинга. Потому что все эти герои, они бьют по области. И, соответственно, способны доставлять огромнейшее количество неприятностей для этого самого Сларка. Причем Сен Кинг, он еще и на линии может доставлять неприятности, если вдруг на него забить. Ну, вообще, потому что Сларк милишник. Собственно, именно поэтому он и страдает. Против Сен Кинга милишники вообще очень плохо себя чувствуют. План М выходил. Проверил. Ну, кстати, Сларк вообще в принципе не самый сильный герой на линии. Да, он очень хорош, если у вас есть с кем убивать. То есть, если у вас какой-то убивательный суппорт, то Сларк неплох. Потому что у него есть пара нюков, он урон с руки может наносить неплохой. То есть, это герой для убивания на линии хорош. Но тут есть такой суппорт, это Вич Доктор. Причем с патчем Вич Доктору апнули Маледикт. И когда мы смотрели игры уже в новом патче с Машей Гуниной, мы смотрели то, что Вич Докторы, они максат Маледикт. То есть, у них идет 2.0.3 раскачка такая вот. Да, Маледикт очень хорош. Маледикт это как раз такая штука, которая тебя выгоняет с линии напротив. Если раньше команды делали упор на то, чтобы терпеть на линии, там стоять, лечиться, то сейчас делается упор на то, чтобы убивать и таким образом выгонять с линии. Так, ну вот мы видим сейчас руна. Одна достается Сларку, вторая достается Шадоу Финду. И они выходят на линию. Также тут Джекерос помогает пока что снайперам. По вардам, кстати, все стандартно. Два защитных варда стоят на подходе к мид-линии. Ну, то есть, ничего нового. Да, и здесь Лейнвард уже снял Войт. Нет никаких изощренных стратегий. Здесь тоже, кстати, на магазине. Посмотри, какой стоит интересный. Угу. Чтобы Сенкинг никуда не прятался. А вот видят, видят, куда он сейчас прячется. И пойдут гонять. Нужно с первого уровня идти уничтожать вот таких вот персонажей. Ну, вошел поджог. И нашли Элевена. Он пытается улететь, но у него не получится. Вот так вот. Именно так нужно поступать по стоянно. Причем Сенкинг в попыхах качал себе Сеншторм. Соответственно, он сейчас прийти на линию просто-напросто не сможет. Его точно так же будут переходить и убивать. Вот по кулдауну. Да, СФ пока в центре тоже пытаются гонять. Джекера помогает немножко снайперам. Да, вот мы говорили о том, что снайпер Угромаг хорошая, скажем так, двойка в миде. Но здесь есть Джекера вместо Угромага, потому что Угромага все-таки на первый пик себе забрали Кевалери. Такая себе замена Огру. Да, интересная альтернатива. И Огр в итоге появился в центре. Пришел помочь немножечко Шадоу Финду. Прогнал Джекероса, но ему команда говорит, дружище, Огр, пожалуйста, у нас там Сенкинг первого уровня. Давай-ка мы, наверное, попробуем ему помешать пофармить. И сейчас Сенкинг, кстати, сделал очень важную вещь. Он помешал сделать лишний отвод крипов. И, скорее всего, будет пытаться мешать еще раз увезти этих Урс. Огромаг должен просто выйти сейчас и мешать самому Сенкингу. Да? Да, да. Получается. Все, Уичдоктора увезти. Это значит, что линия останется на месте. То, что Сенкинг не получит лишнего опыта. И Баунти Руну не получил он так же. Да, он первый уровень. У него ноль опыта за две минуты. Вот это называется гнобление оффлейнера. Если вдруг кому-то интересно. Вдруг. Давай посмотрим, как дела у Войда. Потому что мы очень много внимания Сенкингу уделяем. А вот. А у Войда уже все относительно даже неплохо. Он уже почти третий. И у него даже шесть добитых крипов есть. Семь добитых крипов. Ну вот и к Сенкингу перетягивается Джекира. Тем самым оставляя СФ в соло. Хотя нет. Почему в соло? Здесь... В соло. А, вернее, да. В соло. А снайперу перетянулся дизраптор. Я хотел сказать не СФ, а снайпера в соло оставляю. Но снайперу просто перетянулся дизраптор и убили. Да, таким образом с Войда напряжение потихонечку спадает. А вот на Шадоу Финде оно начинает потихонечку увеличиваться. Хотя дизраптор ушел пока на базу. Видим, мана у него нет. Он там за тапком побежал. Сенкинг уже второй уровень хотя бы получил. Но, честно говоря, второй уровень для него совсем не панацея. Все утыкано сентрями. Один, второй сентряк стоит. Чтоб Иловен вообще никуда деться не мог. Бедный Сенкинг. Еще и Джакироса к себе подписал. Еще и Джакира второго уровня сюда прилетает. Ну ладно. В оправдании можно сказать, что Вич Доктор тоже пока левел 2. И Огрмаг за счет того, что он все время проводит на этой тройной линии. Он также второго уровня. Сларк четвертый. Сларк четвертый. И это хорошее новость для него. Потому что все-таки майнкерри. А тут тем временем заруба в миде. 2 на 2 происходит. И уже не так просто у Бетисеппа, когда поддержка Огрмаг имеется. Да. СФ чуть более уверенно действует. Я думаю, что если Вич Доктор возьмет в себе третий уровень и Маледикт в фойку, то тогда можно будет вдвоем удовольствовать. С Сларком и не нужен будет Огрмаг. Ну вот сейчас ночь на дворе. Сейчас, по идее, должны немножко активизироваться все эти Огрмаги. И начинать выходить потихонечку. И зацепил Паунсом! Буквально последним юнитом этого Паунса зацепила Сенткинга. Вот это, конечно, досада. Ты видел? Он уже на землю приземлился и смог подвязать СК. Да. Ну и там уже залетела последующая Мейкасочка. И Игнать залетел, Маледикт и все, что угодно. Кстати, я Каску вкачал в 2, не стал брать Маледикт. Не, ну Каска тоже нормальная так-то тема. Ты можешь Лисочек фармить. Если вдруг что-то пойдет не так. В центр можно попробовать выйти. Вот я вижу, Огрмаг себя бафает, но он под Вардом находится. Поэтому Снайпер прекрасно понимает, когда на него будут нападать. Ну и получается, что Сларк, по сути, на фрифарме, на таком, да, условном, ровно так же, как и Лайфстиллер. Оффлейнеры, в мясо загнобленный оффлейнер с одной стороны, с другой стороны есть Войд, который себя чувствует неплохо. А в центре два героя, которые бьют крипов, ну, условно, одинаково. Да, только единственная разница между Сларком и Лайфстиллером в том, что Сларк убивает, а Лайфстиллер нет. Лайфстиллер вообще не способен никого убивать. Он пацифист? Ну, пока что да. Он не пацифист, он просто... Соло стоит в Соленово. Он интроверт, наверное. Смотри, смотри, смотри. Опа. Любит, скажем так, быть наедине со своими мыслями. Понимает, что СК никуда не денется. В этом-то и проблема. Он второго уровня и знает, что у него пассивка и Сэншторм. Ну, неплохо сыграно. Что я могу сказать? И Сларк разгоняется. А для такого керрика, как Сларк, который хочет побыстрее получить свои какие-то начальные артефакты, с которыми потом он будет убивать далеко не крипов, он будет убивать героев, то это очень-очень неплохо. Нет, Сларк прям совсем хорошо себя чувствует. Там, правда, начинает лайфстиллер уже потихоньку выгрызаться в Войда. Да, с уровнем лайфстиллер уже куски отрывает очень серьезные. Даже вот стоя просто на линии, там, обычными одиночными тычками. У Войда есть вариант... Ага, он пока просто руну пошел забрать. У Сэнкинга был какой вариант? У Сэнкинга был вариант, да, сделать вот так. То есть вкачать песок в два на третьем и отправиться фармить лес. Он этим вариантом и воспользовался. Как по мне, правильно сделал, просто потому, что по-другому ему бы нормально уровень получать не дали. Так, выход на Сэфа. Здесь Климс, но здесь Огермак рядом, если что, прикроет своей тушкой. Но Сэф все равно погибнет, потому что поджег его Джокира. Можно разменяться на снайпера. Бежит Шерли. Шерли до конца, но не успевает ударить снайпера еще раз. А вот снайпер успевает зарядить в него ассасинейт или нет. Отменил суд. Он Вич-доктор успел разрядить ассасинейт. Как же я обожаю эту способность. Я помню, как в Сиэтле, кажется, в прошлом году, когда были разные способности на сцене, подсвечивались. Там вот ультимативная снайпера, такой, знаешь, прицел так фокусировался. И это действительно описывает все происходящее. Ну да, я видел, там очень эффектно выглядел ульт Кирокоптера и ульт Винтер Виверна. Тогда как раз Винтер Виверна была очень популярна. Да, да, да. Ну и снайпер, снайпер, топчик. А еще Валарус Панч был красивый. Короче, было все красиво, ладно. Но я видел только некоторые, которые записали. Я же с экранов смотрел. Да, вот эти... Как там... Ой, я еще на Интернашнене не был. Да, да, да. Видео от Бэтплея. О, пар. Возможно, когда-нибудь буду. Так, чем у нас занимается Джекерос? Джекерос занимается своим четвертым уровнем. Почти пятый уже у Ланема. Рунку подобрал. Вот Сларк. Сларк меня больше всего смущает. Я думаю, что он смущает не только меня. Он смущает в первую очередь игроков команды Ихоум. Потому что что с ним потом делать? Есть определенный рецепт того, как победить нужно Сларка. Это хорошо накрыть его статик штормом. Туда еще там Сенкинг может копнуть. Просто к тому моменту у Сларка может появиться уже БКБшка. Да, и он может просто нажать одну кнопку и сожрать полкоманды. Вот в этом проблема. Действительно проблема. Но пытаются сейчас поджимать центральную линию. Мы видим, забирают Ихоум-1 вышку в миде. Это, кстати, первая башня, которая упала в этой игре. Снайпер делает Драгонлендс. У него по раскачке все стандартно. В принципе, по айтем-билду тоже после Драгонлендса. Скорее всего, последний какой-то Майлстром. Вот, смотри, сейчас нападают на Войда. От него огромные куски отрывают. Но Войда не робкого десятка. Он просто приходит. Одному объяснили, что к чему. И не успел отпрыгнуть Войд. Он так дернулся красиво. Он уже хотел, хотел отскочить. Но подлый снайпер с большого рейнджа. Там Шрапнель и Ассасинейт. Как же досадно получилось. Но Войда вообще молодец. Мне кажется, все правильно делал. Жаль, что лайфстилер разобрать не получилось. Но слишком жирный лайфстилер. Ну, да. И тем более пробить лайфстилера. Потом еще в тебя снайпер стреляет. Там где-то издалека. Угу. Снайпер в скором будущем станет приоритетной целью. То есть до него нужно будет добираться в первую очередь. И если вы не доберетесь, у вас будут проблемы. Неважно, кого вы там убили. Что вы сделали в этой игре вообще. Но снайпер просто будет отстреливать лица. Ну, Войда возвращается на линию. Получает Open Bones. Отпрыгивает. Ну, это сделано для того, чтобы тавер забрать. Хотя глимсует его сюда. И Войда. Есть уже таймволк, в принципе. Поэтому можно не так бояться какого-то дэмэджа. Но все равно. Далеко дайвить Войду не стоит в этой ситуации. Он просто друзей позвал сейчас. И они попытаются отбиваться теперь всей толпой. Правда, сделать это будет очень тяжело. Вдвоем наступают в Ice Pad. Life Stealer. Пить. Но кассочки летают. Есть рейдж. Ведь доктора можно сгрызть. И вот он вот огрызает все-таки. Снайпер. Просто снайпер. Вот. На него не обращают внимания. А этот-то товарищ делает львиную часть работы. Он просто идет и стреляет. Вот смотри. По пульке, по пульке. Кажется немного. У него там 103 урона. Фейзы, Аквила. Кстати, да, Бэнт. О, мое. 103 урона. Откуда у тебя вообще? Псих какой-то. Не забываем про то, что у него еще хэдшот есть. Ну ладно. Хэдшот пока уровень один всего лишь. Но башни-то начинают падать. Денежное преимущество. Ихом начинает закрепляться постепенно. Ну, башни еще падают за счет Джекира в основном. Смотри, Угармак ходит. Также Сларк ходит. Сларк говорит, что его видно. Вот он съедает вард. Самостоятельный Сларк. Сларк вообще сам себе господин. У него уже почти Shadow Blade. Ну как почти, тысячу до Shadow Blade. Вообще, Кэвалри могут вполне уверенно провернуть успешную драку даже с приличным перефармом у противника. Если получится хорошо скомбинировать хроносферу и Дезвард, и, собственно, СФа туда же куда-то за компанию, то проблем быть не должно. То есть можно даже теоретически немножко проигрывать. Знаешь, еще что касается в глаза, это то, что оставили Сент-Кинга, и у Сент-Кинга совсем чуть-чуть осталось до блинка. Да, кстати, этот Жук уже неплохо подкушался. И вот мы, помнишь, говорили про то, что Void стоит намного лучше в сложной. Да без разницы, потому что сейчас между ними 100 золота. Это упущение достаточно серьезное. Ну, не знаю, возможно Void, возможно, не только его. Есть хроносфера. Снайпер делает себе момчик. Ну, то, как его видоизменили, я имею в виду, конечно же, Mask of Madness, а не снайпера. Со снайпером-то как раз ничего и не делали. Дает хорошую возможность собирать вот таким вот героям, у которых, в принципе, да, когда ты все выдал, разрядил все свои сплы, например, и ты просто можешь включить, на тебе висит сайленс, тебе по барабану, ты просто бьешь с руки. Причем даже не факт, что до тебя кто-то доберется. Вот эти, там, минус 5 брони, они вообще ничего, ну, никакого эффекта в итоге не сделают. И снайпер, он реально очень хорош с Mask of Madness. Да, учитывая то, что у тебя минус 5 брони, единственный герой, который тебя бьет с везухи хорошо, да, вот герой, и им нужно добраться до тебя, а всем остальным, в принципе, плевать, потому что там... Смотри, сейчас нападает. Да, хроносфера. Ну, разобрали все-таки лайфстиль. Ой, а там еще в снайперы, оказывается, полетели. Не пойдут дальше за снайпером? Нет, пошли. Четыре героя. Ну да, все ты верно говоришь, что добежать до снайпера будет тяжело. Там и Джеки Рост, там и Дизраптор, и Сент Кинг, которые могут стать своеобразной стенкой для снайпера и прикроют его. Так что, разве что Войт изначально поставит себе задачу прыгнуть непосредственно на снайпера и убить его как-то. Это единственный вариант, мне кажется. Ну, да. Или Сларк с Блинком какой-то. Это вполне рабочая схема. Вот Сларк с Блинк Даггером это реально то, что нужно будет в этой игре, мне кажется. Наверное, с Шадоу Блейдом. Ну, во-первых, потому что он уже купил Шадоу Блейд, но мне кажется, если есть Шадоу Блейд, то Блинк Даггер уже делать... А ты не добежишь. В этом твоя проблема. Вот серьезно. Была бы бумажка и листик, я бы нарисовал, как это выглядит. Ну, потому что ты через хроносферу перемещаться не можешь. То есть, с Войда начинать вообще не вариант. Если снайпер стоит где-то в позиции в хорошей и, собственно, его там до него СФ не достает, то тут либо СФу Блинк нужен, Крофизнесу, либо Сларку, либо обоим. Потому что нужно успевать за Войдом. Это одна из ключевых вещей при игре вот с такими комбинациями. То есть, вам нужно своевременно оказаться в точке сбора, где вы будете уже наносить урон. Потому что каждая секунда, пока вы тупо бежите, вы теряете урон в драке. Это нужно понимать. Да, ну, СФу будет прилетать Shadow Blade. И скоро он у него только лежит. Викбай тут разбирается с товарищем Войдом. А вот он, Сларк, пошел. Вот по центре комбинации. Его глимпсуют. Но к этому моменту Дезраптор уже умер от Сенткин! Правда, там Дезвард, Вичдоктора, стреляет тоже довольно неплохо. И не может подойти из-за этого Лайстиллер. Там Элеван еще в Сэншторме спрятался. Но минус 4 сделали игроки команды и Хоум. Да, Сенткинг, конечно, просто божило. Он просто за всю боль. Вот я видел, как он с этим эпицентром. Говорит, получай, получай. И Огермак, и Сларк, и СФ. За все, что вы со мной делали на той линии. Мог бы до Вичдоктора дотянуться, еще бы и ему навалюнкал. Да, хороший эпицентр, хороший. Вообще, в принципе, прокаст. Но сейчас Кэвеллери, не сказать, что прям ошиблись, но поспалам они явно не в плюсе. Потому что, когда на Сларка есть контроль, Сларк не может спокойно перемещаться. Ну, вообще, может просто дойти до того, что он просто банально не успеет прожать свой Шэдоу Дэнс. Ну, да. Если Дизраптор хорошо среагирует и Статик Шторм поставит своевременно, то Сларк просто отъедет. Он ни одной кнопки нажать не успеет. Урона уже очень много. Потому что Маск Оф Мэднесс есть. Если еще после Мома снайпер что-то нормальное себе на урон соберет. Я не знаю. Может быть Майл Штром. Может что-то более тяжелое. Ну, я вижу то, что это будет Шэдоу Блэйд. Не знаю. Не очень мне нравится этот вариант. Но пусть будет Шэдоу Блэйд. Хорошо. И у СФа Шэдоу Блэйд. А, нет. СФ передумал делать Шэдоу Блэйд. Он сделал себе Драгон Лэнс. И теперь хочет сделать Блэк Ким Бар. Но СФ молодец. Я уже просто хотел наехать. По поводу того, что... Да что ж ты делаешь? Какой нафиг? Да, да, да. И он же тебе не поможет против Сэн Кинга, Джеки Роса и Дизраптора. Не, но я... Да, соглашусь. Не флеймлю игроков ни в коем случае. Просто я... Можешь доверить эту... Можешь доверить эту часть своего сообщения мне. Смотри, смотри. Окей. На скане спалили. Так. И ждет СФ. Ну, в данном случае максимум, что может здесь ожидать СФ, это только свои смерти. Потому что он спалил на скане, и он такой... Пацаны, я жду. И я... Говорит, я знаю. Они где-то здесь. Вот зуб даю. Что где-то здесь есть враг. Сто процентов. Да, и СФ ждал, видимо, пока его тиммейты разомнут ему плечи сзади. Готовься к траке. Но нет. Этого не случилось, потому что тиммейты были далеко. Да. И чем у нас на Млайфстиллера занимается? Вместе со снайпером. Снайпер 15 скорости атаки, кстати, взял. Ну, я имею в виду талант, да, на 10-м. Да, да, я понял. Но я уже слышу, как он вот с этим стволом так стреляет бодро. Ну, он прямо аж раскаленный такой до красна. А тут проблемы у Сларка могут быть. Да, его глимпсуют. Прямиком под вышку. Что тут Энс? А куда ты его... А, там нет! Там нет подкопа. Он уже был потрачен Сент-Кингом. Ммм, какая досада. И Джеки Роса не оказалась рядом. Ну, да, Слайк ушел. Простили, скажем так. За ошибочку. Такой милый собакен летает. К сожалению, я не могу и приблизить к камеру. Кто вообще рисует этих курьеров? Да, это Хатико. Акито? Ну, да, да. Вот это вот. Я не знаю, как этот пёс называется, но он очень милый. Ну, похож на Акито. Ну, пора такая. Я не знаю. Я не специалист. Может, Орги какой-то или ещё что-то в этом духе. Знаю, что они тоже милашные. Я знаю, что вышка сейчас упадёт у команды Кэллери. Вот это вот то, что я знаю наверняка. Потому что задувает Джеки Роса и расстреливает Снайпер. А что ты можешь сделать? Вот смотри. У тебя есть Шэдоу Блейд на Сларке. У тебя есть ПТ и Доминатор. То есть ты Альфач. Альфа Войт. И ты просто стоишь на базе, потому что ты не можешь начать драку. Ну, ладно. Если игра продлится достаточно долго и Войт сможет купить себе блин, который у него сейчас, вот мы видим, в Квикбайе стоит. Если Сларк сможет купить себе ещё хоть что-то для того, чтобы просто быть в состоянии убивать людей. СФ какой-нибудь Блэкинг Барда берёт. Ну, тогда, возможно, что-то и получится. Ладно. Видишь, Доктор, кстати, я про него совсем забыл. Там тоже что-то уже скоро десятый получит. Да, будет Лиммер Кейп. И Лиммер Кейп также собирают себе и Угрмаг. Так, вот смотри. Смог. Смог, но они прямо на ворде. Да, под чужим вордом. Но если сейчас поймают себе Кевлари на голову противников, то это будет говорить о том, что либо они не следят за картой, либо они хотели принять драку и что-то пошло не по плану. Шрайн. Святыню нажали. Хотя это, возможно, помогло бы им быстро реабилитироваться во время драки или сразу же после драки. Но они готовы нападать с тыла. Выход в спину. Да, ставятся варды. И сентрячок ставится. Вот на снайпера, да. Он только в такой ситуации и можно нападать. Снайпера видят. На снайпера нападают. Ставится хроносфера. И Войт бьет снайпера Солянова. Вот еще и топает Кентавром. Ну и, кстати, снайпера могут заколотить. Есть Shadow Blade, правда. Но там снайпера убивают. Тем не менее, разбираются еще и с другими героями команды Ихом. Это минус Дизраптор, минус Джекира. Хорошо потрусил Сент-Кинг, но демеджа не хватает от одного Сент-Кинга. Минус 4 делают ребята из команды Кевлари. И остается один Олд Элевен, который тоже будет отправляться в таверну. Трипл килл, минус 5 полный тимвайп от команды Кевлари. Да, растерялись. Просто растерялись и Хоум. Они сломали позиционку свою и начали паниковать, начали бегать. В итоге, вместо того, чтобы пытаться оберегать как-то снайпера, люди начали драться, не понимая того, что без снайпера они в принципе ничего не сделают. Да, там Ластиллер какой-то урон нанес, 3360, если быть точным. Это очень много, это вот наряду со Сларком они примерно равное выдали. Но понимаешь, что вот все, остальные герои были абсолютно беспомощны. Джекиро успел только дуал-бресс выдать и все. И Войт, который просто в Солянова колотил снайпера с этим доминатором. Ну, под Огром в принципе Войт еще более-менее нормально месит. У него хотя бы скорость атаки приличная становится. Он там выдает вот этих там две атаки в секунду. Этого достаточно для того, чтобы хотя бы посредством Башей держать снайпера на месте. Ну, во-первых, Башей. Я просто обратил внимание на Кентавра, который там стоит. И, ну, вроде бы, казалось бы, несуразица какая-то. Бегает и Войт. У него есть доминатор и у него, как бы он приманил себе кентавра. Чувак, ну что? Но этот кентавр, он помог ему убить снайпера именно в самый ответственный момент. Потому что топнул, толстанчик. Да, я, кстати, не заметил этот момент. Но там просто снайпер только заканчивается хроносфера, там еще Башек. Так получилось, то, что Башек после хроносферы лег и кентавр еще и подстанил. Ну и вот, и Хоум опять хотят подраться. При этом, сейчас они сами хотят навязать драку. обвардили тир-2 вышку. Справа, слева, везде стоят варды. Скан используется дайерами. Возможно, считают, что тут парни будут на Рошане, но нет, тут не на Рошане. Рэдденты и правда, линия, но линия скоро допушится до тир-2. Ищет, ищет своих оппонентов и Хоум. Но есть Сент-Кинг, есть Лайфстиллер. Видели только что, где находится СФ. Теоретически понимают сейчас, где вообще находится СиДжи. А СиДжи просто стоят возле святыни, будто поджидают противника. Ну, видят то, что на карте нет вообще никого, значит, где-то ж враг должен быть, правильно? Ну, вроде логично. И вот только-только сейчас на варде да, кавалри обнаружили врага. Взял с пасовуха Войт. Что там у Войда? Войда Блинк есть, да, это уже очень приятно. Шадоуфин тоже вот будет покупать Блинк. Это тоже правильно. Сларк решил пока обойтись без Блинк Даггера. То есть он будет по старинке двигаться. И с двойным уроном. Сейчас, если найдет Лан Эмма какого-то, да вообще кого угодно, если он найдет, то это будет конечное. Ну, если это только не Сент-Кинг с Лайфстиллером. Киндер-сюрприз. Киндер-сюрприз может сработать идеально против Сларка. Вот он, Сларк подсвечивает сейчас Сент-Кинга. Снайпера также увидели. Прыгает Войт. Хроносфера. Естественно, по Снайперу. СФ пытается раскоставаться. Прожал Блокинг Бар. Дезвард по Снайперу стоит. Элевен копает Войда. Войда забрали, но Войд уже свою функцию выполнил. Убил Дисраптера. Статик Шторм, да, и все. Все. Ты не уйдешь, и это очередной дэбл-килл для Мэвиуса. Вот она. Вот она позиционочка. Вот оно понимание того, что вам нужно забрать одного конкретного героя. Этим героем является безусловно Снайпер. Хорошая информация, грамотная разведка боем, и абсолютно безответственная игра от Снайпера. Ты понимаешь, от тебя зависит все. Вся игра. У тебя есть Драгон Лэнс, у тебя, извините меня на секундочку, дальность атаки 1090, то есть бесконечность почти. Можно от фонтана стрелять по тир-1. Соответственно, можно просто держаться чуть подальше. Вот все, что я хочу сказать. Вот это нарушение строя, оно уже во второй раз играет злую шутку с И.Хоу. Бесконечность, вспомнил, знаешь, если вселенная бесконечна. Если у Снайпера бесконечный рейн, что, возможно, где-то на другом конце карты есть другой Снайпер, который будет в него стрелять, да, из этого разряда. Что-то вроде этого. Это минутка занимательной физики от Фивера. Да, от Куманитария. Страшно вообще. Что именно? Ну, ты представь, если бы тебе сказали преподавать физику в школе, хотя бы в школе. не знаю, мне кажется, я бы, как и дело большинства учителей в школе, вместо физики просто жизни бы учил детей. У нас так и было, знаете, давайте лучше поговорим на всякие отвлеченные темы, как бы, от физики, от... Так это были самые крутые учителя. Они больше всего и научили разным вещам, в принципе. Ну да. потому что интегралы мне пока в жизни не пригодились, а вот кулстори порой были очень даже к месту. Да, и вот эта вот фраза еще... Я знаю, я бы, я жизнь прожил. Так вот обычно все и объяснялось. Ну ладно. Это у нас пока ничего не происходит на карте, можно об этом поразбукольствовать немножко, но тут кавалере не дают расслабиться. Видимо, сейчас будут собираться в каком-то смолке, правда, СФ пошел отпушить топ, есть эгита, просто с эгита и нужно идти как бы располагает, причем двойной урон у него в кармашке имеется. Ты видел, с какой скоростью голем перемещается? Какой? Так, 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 вот, 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 смотри. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Это когда доминатору, вернее, существа подластному доминатору повысили скорость перемещения, такой смешной стал. А, прикини, его еще огур забавит. Нужно еще музыку из розовой пантеры включать. Ту-дум, 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 ту-дум. И как будто он что-то замышляет, такое прям совсем плохое. Да он похож просто на перекачанного чувака, который... Смотри, смотри, смотри. Кинг нападает. Минус 300 свой. Этого хватило, да. Хотя сейчас будет ответ на нападение от Сларка и обермага. Сларк уже в позиции, подходит сюда также Вич-доктор. Есть и спас от Джекира, но это, судя по всему, не спасет. Лайфстиллера, маледик неточный, но умирает. Да, и минус Лайфстиллер. Голем-то остался жив. Где он, где он, где он? Вот он. Он похож на перекачанного чувака, у которого забиты мышцы, и ему тяжело ходить, потому что... Забита шея, судя по всему. Шею перекачал, потому что она просто плавно перетекает в плечи и в локти. Причем низ шеи, обратите внимание, перекачанный подбородок, вот что я имею в виду. Ну, это трапеция, трапеция. Ну, да, почти, да. Не, ну, в смысле, ни шеи, ни трапеция у него, как бы там... Это все... Я теперь буду говорить, что у меня просто вторая трапеция вот. Нет, так... Слишком перекачанная. Это не трапеция, Роман. Ну, я именно это имел в виду. Ну, пускай будет эта трапеция, если... Хорошо. Теперь всем буду говорить, что у меня трапеция раскачана слишком. Ладно. Так, ладно. 12-17. Если смотреть по игре, то мы видим то, что Кевалри ведут по разнице в ценности команд 7500. А по опыту они ведут 1015. Вот так вот. Ну, это значительно. Вообще, вот то, что обычно, да, мы говорили в прошлом патче, то, что там ведут по опыту, ну, не сильно-то вроде и решают, да? А здесь опыт, на самом деле, как решают. Это таланты. Это самое главное. Потому что от талантов зависит очень-очень много. Ну да, тут Ланэм, вот 60 золота в минуту имеет. Тут Джекероса. А у Джекероса, кстати, к опыту прибавочка идет. Шадоффинт прыгнул. Три ударчика даст и его вернут назад. Хорошо. Но можно побить вышечку теперь зато. Верно? Давай, бей вышку. Хорошо, да, бей ее. И Сларк, который стоит и ждет чего-то. Сейчас подождут, пока снайпер потратит шарап на Эль. Ну, мне кажется, долго придется стоять. Ну, уже так-то меньше двух минут до окончания гиды. Да, нужно бы нападать, но, видимо, решили, что... Эх! И так сойдет. Пойдем еще немножко пофармим. В конце концов, крипы-то сами себя не поубивают. Верно? Золото с них не пособирать. У СФ много денег. Очень много денег. Во что он только их инвестировать собирается? Твои версии? Дай-ка подумать. Может быть, Скади? Я бы поставил, например, на пику. Папочка. Или папочка, или Скади, мне кажется. Ну, Скади это хорошо, но пиком ничем тут нравится. Тем, что ты можешь себя растолкать со снайпером и дать ему по щам. То есть, с одной стороны, он тебе будет давать по щам, с другой стороны, ты ему будешь давать по щам. Чтобы себя со снайпером растолкать, нужно к нему подойти. Ну, там достаточно приличная дальность применения. А, у тебя блинк есть. А, с блинка, да. Так что ты можешь вообще заниматься чем угодно. Но просто для того, чтобы надавать ему, нормально надавать ему по щам, конечно, урона бы побольше не помешало. Хотя у Шотову Финда, я смотрю, тут 300 урона. Он еще под ладластом. Короче, бьет больно. Очень даже. У нас закончилась эгида. Тут летит собакен с гемом. И Шотов Финд, судя по всему, действительно будет собирать Скади. Или не Скади, или это чей-то другой. Скади. А, это к Вич-доктору прилетел Point Booster. Вич-доктору прилетел Скади. Я бы удивился. Не, ну, если бы Дезвард стрелял эффектом от тех вещей, которые есть у Вич-доктора, я думаю, Майлл Штром был бы, во-первых, первым приобретением, на Вич-докторе. Или башер какой-нибудь. И можно было бы еще плюс 75 к урону взять. Да. Но я помню, в Хоне был герой, инженер, как-то там он назывался, он ставил турельку, и она как раз стреляла конусом перед собой в такой области, и стреляла как раз со всеми эффектами, которые есть у самого инженера. И вот там как раз Майлл Штром и вот эти все башеры покупались прям на разла. Так, Эпицин готовится нападать. Да, что-то у Фингу тут, конечно, крышка. А, зря прожимал, наверное, Блэкинг Бар. Прыгает Войт. Хрона! По-троим! И еще и Сларк с краешку достает по Сенкингу. Йогер Мак может также подстанить еще и Лайфстилера, хотя в башике он находится, и сейчас нужно... Да, там еще забафан крип. Не могут заденать этих крипов. Я бы сопроводил немножко Лайфстилера. Тут можно попутно Лиес выфармливать. У вас в любом случае есть контроль по данной области, а Лайфстилер без Блингдаггера. Так что далеко он не уедет. Вот в чем вся прелесть. О, крип начинает терять здоровье. Он начинает терять здоровье. Тут же Сларк. А, не того! Сальстарт! А вот теперь можно того. Да, все. И Минус Лайфстилер. Да, мало того, что просидел в крипе, потерял опыта, потерял золото. Ну, в принципе, знаешь, можно было бы просто сразу отдаться, как бы, и потом быстрее арестнешься, выйдешь с базы, будешь зарабатывать. Ну, а вдруг они забудут, что ты там сидишь, не знаю. Вдруг тот крип выживет и будет жить бесконечно. И у него будет очень много атак. Кстати, Сларка находят. У него есть Шадоу Дэнс, поэтому бояться он особо ничего не будет, тем более, что там Айспас уже был потрачен. на его глазах ВИЧ-Доктор заденавил башенку Тир-2 свою. И что у него там по денежкам? По денежкам у него же половина аганимчика есть. Так, какие-то кинетик филды, что вообще происходит? Что тут случилось? Кто мне может сказал? А, там Огромага хотели подцепить, но Шерли проюзал Глимер Кейп и ушел с телепорта. И он покупает медальку. Обратите внимание. И купит Сулар Крест потом. Будет полезен для своей команды. То есть сейчас он бесполезен. Будь таким, как Шерли, будь полезным. Дезераптор покупает себе Мидос. То есть, судя по этому приобретению, старый Ланэм верит в то, что игра затянется настолько, что он с этим Мидосом успеет еще нафармить. Он говорит, что у меня плюс 60 золота в минуту есть. Я хочу еще больше золота. Нужно больше золота. И в теории это, конечно, может сработать, но мы видим то, что Войт уже имеет аганим. Мевиус где-то нашел Джекироса. Ну все, Сларк машина. Так, 11 вместе с Левстимером. А что вы хотите? Куда вы идете? Зачем вы идете драться? Там же сейчас придет Войт и всех вас покрошит. Так, тут уже крошит Вичдоктор вместе с Угрмагом. Угрмага, правда, убили. Разменяли на Джекироса, но здесь уже минус 3 суммарно. И снайпера тоже забрали. Да, всех по сути забрали, кого нужно было забрать. Остался Лайстиллер и Дизраптор. Дизраптор при этом у него статик шторм в кулдауне, то есть он его использовать никак пока что не сможет, а спамить у него толком нечем. То есть сдержать натиск вот этих вот трех бравых парней и вот этого совушка быстрого он не в состоянии. Да, видим выкуп от снайпера. Это по сути именно то, чего добивались тут ребятки. Даже если заберут Вичдоктора ничего страшного не произойдет, хотя мы видим прыгает Войд. Если заберут Войд, то возможно уже начнут происходить страшные вещи. Сларк немножко уводит на себя прицел, а это значит то, что есть возможность у Войда отойти, а Сларк очень жирный, его забрать нереально тяжело. Классно Мевиус вписался за своего братюню. БКБ прожал еще на всякий пожарный. Он все прожал, мне кажется он просто лицом так по клавиатуре стукнул в один момент, все кнопки нажались или кулаком, я не знаю, но чем-то точно большим. Ладно, окей. Что случилось? Почему вы хихикаете? Я ничего, я просто сегодня слишком мало спал. Так нормально? Спать вообще для слабаков? Да, да, я на себе это ощущаю. Что, ты теперь слабак? Нет, я же не спал, поэтому я ощущаю, что я сильный человек. Я чувствую этот прилив сил и энергии. Драйв, драйв. Да, ну вот сейчас как драйв почувствуют и Хоум, ну это уже такой выход, не то чтобы выход отчаяния, но это скорее всего один из последних таких ключевых выходов, потому что если он не увенчается успехом, то тогда можно говорить о том, что и Хоум уже будут эту карту близка к пройдению. Да, в общем-то скорее всего так и есть, потому что Войт там рукопашку разбирается с Левеном, забирает его, Мевиус идет дальше грызть людей, добирается до снайпера и это ключевой момент в драке, потому что снайпер это все, что есть у и Хоум. Да, разбираются с последним, это Джекира и это ДГ. Легчайшее для Кэвалри. Я, честно говоря, ну не то чтобы в шоке, но это выглядит очень странно. И очень странно, потому что вот эти ребята непонятно откуда взялись, они вроде бы кнопки правильно нажимают, ну то есть видно то, что у них хотя бы есть понимание того, что происходит, что нужно делать, да, то что нам нужно забрать снайпера, все, сразу Войт прыгает, хроносфера, забрали снайпера. И задумки интересные, три раза подряд три карты Shadow Fiend на второй пик, ну и которые купаются, которые, ну они умеют с ним играть, они знают, как использовать этого героя, поэтому поздравляем команду Кэвалри. Они молодцы. Ну что, наверное будем уже плавно перемещаться на Bootcamp, там где можно немножечко наверное и поспать, а потом я думаю, что все-таки залетим на стрим, на твой канал, правильно? Ну, я не знаю еще какой будет канал, мы еще разберемся, в общем следите за нашими твиттерами, которые иногда у вас вот тут появляются, там будут объявления о наших возможных вот прямо сейчас в трансляциях, у нас тут ребята стягиваются, мы будем сейчас все дружненько катать, стяжку, 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 стенку, да, так что подписывайтесь на это все, не забывайте про то, что у нас еще на втором и на четвертом канале также идут трансляции, сейчас почти каждый день все это идет, идет квалификация на StarLadder, собственно, и сейчас мы смотрели квалификацию на StarLadder, китайский регион, если кто вдруг еще не знает, так что... ИСЕА начался. И да, ИСЕА начинается, в общем, много-много-много разных регионов сейчас начнут играть, Европа также уже скоро, там после Нового года вроде как должна будет подключиться, ну и следите YouTube.sl.tv, ВКонтакт.sl.tv, естественно, наши личные странички разнообразные, и спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами, с вами работали Fiverr и Каспер, и до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. E-Gaming Bets, ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGP.com Ты точно знаешь, кто победит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok